Возвращаемся к оптайдеру. Мы, в общем-то, выяснили, что дефект и размер минимальной собственности одно и то же. Но оптайдер, это же какое-то специфическое тело, надо, чтобы решетка была допустима относительно оптайдера. Вот теорема, которую я, естественно, доказывать не буду, но которая доказывается, исходя вот из этого нашего результата, полученного только что. Значит, эта теорема звучит следующим образом. Для любого А нашего стандартного результата, то есть просто с рациональной координатой А1 на Ту, АН на Ту, для любого абсолютно вептора А, если λa допустимо относительно оптайдера, n-мерного, который мы с вами обозначали ОР, если λa допустимо относительно оптайдера, то дефект точно не больше... Ну, сейчас вот я должен, как обычно, подогреть атмосферу. Вы помните, что когда нет вот этого условия, да, допустимо относительно. Дефект может равняться n. Может равняться? Мужем. А мы сейчас сказали допустимо относительно октайдера. Вот оказывается, с помощью вот этого замечательного соответствия между дефектом и системой представительства, можно доказать совершенно замечательную оценку сверху. Сразу предупреждаю, товарищи, сейчас появятся значки, которые, возможно, не все знают. Эти значки называются ужасным словом логарифм натуральный. Если вы не знаете, что такое натуральный логарифм, спокойно, но непременно узнаем. Здесь надо написать какую-нибудь константу, давайте я с запасом напишу. Пусть будет 1000, это уж точно правильно, на самом деле, я думаю, там меньше можно написать. Выражение это n поделить на натуральный логарифм n, ну это ладно. А умножить на логарифм натуральный от натурального логарифма n в квадрате. Что по себе не значило. Ну, я попробую немножко пояснить, конечно, что такое логарифм по сути. Это очень просто. Ну, смотрите, логарифм по основанию двойки, это я могу вообще на пальцах объяснить тяп-ляп. Что такое логарифм по основанию двойки от какого-то числа a? Ну, если a это 4, то логарифм по основанию 2 это 2. Если a это 8, то логарифм по основанию 2 это 3. Если a это 16, то логарифм это 4. Догадываете, что такое логарифм? Это степень, в которую надо возвести двойку, чтобы получить a. Ну, вот видно, даже логарифм двойки по основанию двойка от миллиона. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Знаете, огромнейшее число, да? Огромное. Колоссальное. Ну, это примерно 2 в 20 степени всего лишь. 1 миллион 48 тысяч пятьсот семьдесят шесть. Это 2 в 20. Ну, чуть поменьше. То есть логарифм по основанию 2 от миллиона, это примерно 20. Чуть-чуть поменьше, чем 20. Ну, не знаю, 19,9. Ну, так, примерно. Примерно 20. Число огромное, а логарифм маленький. Но, конечно, он растет с ростом этого числа. То есть, если здесь вы напишите миллиард, будет 30, там, триллион, будет 40. Но видно, что эти числа растут быстро, а эти медленно. Но растут. То есть, когда мы n делим на какой-то логарифм, ну, этот логарифм не по основанию 2, вот, называется, по основанию. А это логарифм по основанию числа, которое, может быть, кто-то из вас знает. Вот так пишите, 2, 71, 828, 1828, знаете, дважды я в толстой, 45. Какая разница? Вы все равно написали константу, поэтому вам все равно какой логарифм. Конечно, конечно. Но ведь слушатели, которые не знают логарифм, это не понимают. Поэтому я должен сначала сказать, конечно, никакой разницы. Взять по основанию двойка или взять по основанию 2, 71 сотая. В общем, все отличается только в константу раз. Ну, по основанию двойка будет 20, а по основанию e будет чуть-чуть поменьше. Но для миллиарда будет пропорциональное соотношение. Это очень легко сообразить. Поэтому это растущая функция, но растущая гораздо медленнее, чем r. Ну, а здесь написано, что написано? Мы взяли логарифм, а потом от него снова взяли логарифм. То есть, например, если вы правили логарифм двоичный от миллиона, а потом снова взяли двоичный логарифм, ну, это получится примерно 4,5, да, 4,2, не знаю. В общем, совсем маленькое число. То есть, вот эта функция, она тоже стремится к бесконечности, но она стремится к бесконечности, в свою очередь, гораздо медленнее, чем то, что написано в знаменателе. То есть, знаменатель гораздо медленнее числителя вот этого, чем m. А повторный логарифм, так называется, он, в свою очередь, гораздо медленнее, чем знаменатель. То есть, вот эта вот функция, она бесконечно маленькая в сравнении с n. Если мы ее на n поделим, то выражение, которое останется, стремится к нулю. Иными словами, еще раз, если мы не требуем вот этого условия, что лям-да допустимо относительно октальта, то мы получаем, что дефект может быть и n равен тоже. А если мы добавляем это условие, то оказывается, что дефект не может дотянуться до n даже асимптотически, как говорят, он бесконечно мал в сравнении с n. И это результат, который является прямым следствием из этой теоремы, плюс некоторых результатов геометрии чисел, один из которых, может быть, кто-нибудь из присутствующих знает. Итак, вот если вы на плоскости возьмете систему координат и в ней рассмотрите выпуклое центрально-симметричное множество. Выпуклое и центрально-симметричное. Я, правда, не очень центрально-симметричное, но извините, попал. Центрально-симметричное относительно начало координат. И предположите, что у него площадь больше четверки, больше четверки строго, то это множество, вот эта вот фигура, заводит нетривиальную целую точку обязательно. Точку с целыми координатами. То есть омена, вот это множество, пересеченное за два, даже если удалить начало координат, которое тривиально удалить начало координат, все равно не пусто. Это называется теоремой Минковского, классический результат геометрии чисел. Он легко обобщается на многомерные пространства. Там вместо площади 4, надо сказать, объем больше, чем 2 в степени n. Вот из этого результата и из вот этой теоремы, а также из некоторого результата о том, как оценивается система представителей, можно вывести в итоге вот эту оценку. И последнее, что я скажу, эта оценка, если и может быть улучшена, то не более, чем в константуре. Это тоже доказывает результат. То есть в общем случае существуют такие векторы a, существуют такие векторы a, что их добавление к решетке дает дефект на король больше, чем драмплика, на тысячу, скажем, немножко на ту же самую функцию. Но это уже совсем сложно. Все. Я думаю, что на этом надо завершать. Да. TION